Теперь к сирийской теме. Военная Россия и США практически договорились о том, как обеспечить там безопасность полета в боевую авиацию. Об этом выступая в Госдуме, завел сегодня глава нашего МИДа Сергей Лавров, добавив, что эти договоренности заработаются дня на день. Речь о мерах, которые позволят избежать инцидентов в воздухе. Согласовать последние детали планируют сегодня в ходе очередной видеоконференции Минобороны России с представителями Пентагона. Лавров подчеркнул, Москва готова к большей координации действий против террористов в Сирии. И для этого предлагают участникам операции сверить карты и цели. Буквально накануне Владимир Путин сказал, что в США могла бы отправиться представительная делегация для обсуждения сирийского регулирования. И вот сегодня глава МИДа сообщил, что американская сторона ответила отказом. Нам было отвечено, что делегацию в Москву направлять у них не получается, и принять делегацию в Вашингтоне не получается тоже. И что единственное, в чем заинтересованы американские коллеги, это договориться о шагах, которые позволят инцидентов избегать. Но, конечно, мы готовы идти гораздо дальше, координировать гораздо глубже, в том числе для того, чтобы достичь той цели, которую все-таки эта коалиция, созданная больше года назад, объявила. Уничтожить ИГИЛ. И отказ от такого взаимодействия, конечно, он наводит на мысль. При этом Сергей Лавров назвал политикой двойных стандартов отказ США поддержать резолюцию Совбезоон, осуждающий обстрел российского посольства в Дамаске. Американская сторона не согласилась с формулировкой, в которой случившиеся квалифицируются как теракт. По словам Лаврова, США отказались встать на сторону тех, кто ведет борьбу с терроризмом.